Сегодняшнее принесение атаки порядка 20 миллиардов. Как правило, это поля характеристики 2, оскільки в шифре, на яке бутуются поддельные атаки, они используют операции над исключенными полями характеристики 2. Приклады, которые мы будем сегодня расследовать, это шифра 102. Есть все вот такие алгоритмы. У закаливания, в досканала у меня шифру 102, основу 3G, и я не считаю принятый стандарт толкового шифрувания Украины, Стромок. Есть все ТСТУ, я не помню, но 19-го года. Можно найти информацию про Стромок, и про те, что он стандартизованный. Есть и другие шифры, не только тих. Ну, снова говорю, снова приезжают больше в доме, больше публикаций есть на сегодня, которые касаются анализу их стейкости. А Стромок сбудованный фактически на основе шифра 102. Ну и до таких шифрів, в принципе, как с самого начала было поменьшено, точнее было поменьшено то, что можно продавать корреляционные атаки над полями порядка больше, чем два. А как сами это делать, как оценивать сложность этих этапов, как обручить стейкость, относительно таких этапов. Это исследование нечто давнее. Ну, эмогизма с такой работой, значит, есть 2016 год, значит, «Видимай», это исследование, здесь спеавторами, я имею в виду, что на 2016 года была опубликована работа, Майеров с спеавторами. Ну, спеавтор его эмогизма, его эмогизма с китайскими прозвищами, которые мы тоже помнимаем, чтобы их навести точно. Но работа в том, она и на Ят, ее можно найти, и там можно ознайомиться с принципами теории в реализационных этапах на потоковые шифры над полями великого порядка. Ну, то есть, это имеет значение подминного от Твилики. Ну, а мы с вами, значит, сегодня поговорим о основном оборудовании оценивании стейкости шифров относительно таких этапов. Ну, прежде всего, рассматриваем, как строятся эти атаки. Ну, как строится система ревнянки с построенными управленными частинами, то связание этих производится атаки по реализации. Так, это будет первая, так сказать, часть, а вторая часть будет присвящена в среднем использованию до основного подобных шифров таких атак. Будет видно, ну, значит, как строятся системы ревнянки посреди за алгоритмом шифрования, чтобы реализационную атаку можно было провести на шифру. Ну, как оценивать стейкости? А точнее, как, скорее всего, оборудовать ее можно. Тобто, забезпечить слегковому прибору параметри алгоритму нижнюю оцінку стейкості від особо відомых этап, которая будет не менее нижний порог. Ну, значит, давайте будем обозначать вот таким чином F2 степень R, це в поле збавши степень заломайте так, будет простейше цепозначено використовувати. Так, ну, я нагадаю, що значит, базисы 2, тобто, базис B, что складається с ватклиф заломайте в поле, так, нехай два базиси цього поля, базиси поля F2 степень R на F2 так, а потом тут линами залезні системой элементів цього поля, так, тільки з яких дарів не в місті поля, ці базиси называються дуальними, називаються двойними, називаються двойними, значить, я ще ресурсом , слід що абсолютний слід будь-яку 2, халабанцяк базиси таких, будь-які 2, халабанцяк Если мы его украдаем, то, что украдается еще и украдаем 0, и еще 0, и украдаем. Добудем, и свит, и украдаем. Украдаем иногда, что слит, та функция слит, означается таким же, но это по базе абсолютности, то есть, струкослив, поле, зона это поле, 2 в степени r в поле m2, да? Ну, нам, надо приятел сейчас негластивую сеть и функцию, она е линейная, да? Головного башнина еще одна линейная вся функция слит. Тут все линейное отображение, как полон звук ломенчиха. И еще одна башнина служит користо, яка дозволяет, ну, значит, слит от добудки елементов записывать в выводе скалярного добудка кардина цих елементов, да? Тут функция слит, взагалі доказываю, что она используется, честно глупо, в такой ситуации, коли треба обчислоте слитом в руку елементе в поле, как два в степени а, да, боже за ней, как станет слитом. Якщо, якщо, а ломен поле, да, два елемента кардината, а 1, а f, да, в базиси b, а x теже ломен поле, да? Дай вот такий набил координат. Но в базиси b-стрих, так, че я дуальна утопая, дуальна утопая. Ну, тобто, а и x – обидва елемента поля f2 в степени, так? И в каждом елемент поля не может быть представлен вектором ее координат в будь-якому базису, так? Так, че поля на поле f2. Тобто, якщо взяти, будьте, эти два дуальні базиси до визния, але дуальні – один до одного, да? b на b-стрих. Розкласти один цилометр за базисом b, а и x – за базисом b-стрих, да? Тобто, все були просто для имени скалярного добуток. Цих кадров. Тобто, ось, ось ці Аi, і x – да елементи, вони є елементами поля gf2, так? Було скалярний добуток, так? То есть, это очень часто используется для того, чтобы от добудков в поле перейти до скалярного добудка, у меньшего поля, у подполя, чтобы заменить. А у нас такие, чтобы до скалярного добудка векториз, перейти до добудки элементов в поле. То есть, эта формула используется очень часто, и мы будем ее тоже использовывать. Тут главное то, что базисы должны быть дуальными, у которых АТХ представлено, наборный кардинал. И они могут быть будь-якими. То есть, смена базисов одного, дуального до него, а не другой. Актуальный базис визначается однозначно. Означение, фактически. Ця умова, она однозначно визначает базис прежних стих, что за задумку. Ну, тогда уже скалярный добудок векториз, в кооперат, в моменте, да и мне, следует, и в случайном добудке. Вот все это нам понадобится. Саме сейчас, да. И больше, фактически, ничего не понадобится. Нужно понадобится от консильных полей, чтобы переоцененные атаки подбудоваться. По сравнению с такими враги, я желаю это рассказать. Спасибо. 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 Спасибо.